Всем привет! Сейчас мы идем по Калиничью. Сокращаем путь. Вот такая тут собака. Бедолага без задней ноги. Одна задняя нога. Ладно, переключаю камеру, чтобы вам было всем лучше видно. Итак, мы зашли вот с того пролета и движемся по Калиничью. Так вот тут все красиво сделано. Шеффилд. Вот здесь вот церковь православная. Вот это вот православная церковь. Вот у нее такси. Вот ее номер. Это православная церковь. А вот здесь вот католическая церковь. Католическая. Народ гуляет. Очень красиво. Иконы мозаичные. Все красиво очень. Бассейн. Очень красиво все сделано. Среди турков достаточное количество, которого исповедуют христианизм. Христианство. Правильно сказать. Особенно католическое. Православных немного. Единицы, может быть, насчитаются. А католиков, христиан, среди турков достаточное количество. Немало. Здравствуйте, Мераба. Я думаю, что это связано с тем, что православное христианство – это ортодоксальное христианство, иначе говоря. Ортодоксы. И именно поэтому турки не хотят сходить в ортодоксальную религию. Или сюда. Ну, пойдем туда еще пройдем. А потом свернем. Нам туда надо быть. Мы там свернем. Ну, пойдем сюда. Пойдем сюда. Проходим мечеть в Калиич. Так вот, возвращаясь к ортодоксальной религии и не ортодоксальной. Турки не любят ортодоксальные взгляды в большинстве своем. Это наблюдается повсеместно в их жизни. Допустим, таких ортодоксальных мусульман, как среди арабов, здесь трудно найти. Ну, не то чтобы трудно, но их здесь немного. Именно поэтому, я думаю, на мой взгляд, они и в христианство переходят не в ортодоксальное православное, а в католическое. Ну, а мы идем дальше по Калиич. Вообще, мы движемся из отеля Романа Плаза Анталия в сторону музея Анталии. И решили срезать путь через Калиич, чтобы не обходить его. Вот красивое строение. Кондитерский домик, или как его правильно назвать, не знаю. Очень красиво сделано все. Вот так вот все. Стольчики, стульки, столики. Тут сувениры различные. Различные сувениры. Интересные машинки, мотоциклы. Интересные сделаны. Постеры разные. Красавицы. Ну и заходим непосредственно сам дом. Здравствуйте. Красиво. 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 Вот такие красивые люди тут работают. Хорошо. Здравствуйте. Какие красивые. Напитки. И вот такие красивые люди. Картины такие красивые. Да, оформление интересное. лавочка совсем небольшая кондитерская до свидания проходим дальше так мы сразу сейчас в город мы даже не обошли ну пойдем сюда дорога кругом кафешки, ресторанчики все красиво оформлено все утопает в зелени которую турки сами тут высаживают самостоятельно Old House Hostel & Park то есть это и отель и ресторан газета нам так еще куда надо мы сейчас выйдем совсем где ворота примерно или Адрианы красиво все зелень утопает красота цветы и зелень красивое оформление всего такие вот домики красивые ювелирная лавка это не здесь мы были? по-группу по-группу вы можете слушать? вы можете по-группу? я не знаю вы хотите планировать если вы хотите если вы хотите есть то слушать Ресторан дворик, играют музыканты. Всегда когда мы идем по калечи, испытываем чувство умиротворения. Да? Угу. Прямо окунаешься. Смотри, какая красивая. Да. Классовые красивые. Шелковые. Отворот новый. Перекресток. Смотрим дальше. Новый опять дворик ресторанный, кафешечка. Вот так вот красиво все оформлено. Стильное оформление, очень стильное. Газель. Газель. Зачем туда? Вот нам туда надо двигаться по сторону. Аня, ты что не видишь столб или что? О, как красота какая. Где там кто? О, красивый такой котик. Ай, кс-кс-кс. Он не заходил слушать. Вот так. Раскидистая зелень. Вот лавка с коврами, картинами. Красота. Хотел Гириш. Свежевыжатые соки. Жордиан. Гейтхотел. Амулеты. Базочки различные. Вот открытки. Идем дальше. Вот такие вот роскошные ворота. Мы выходим к воротам Адриана. К воротам Адриана. А здесь у нас также какая-то кафешечка. Видимо там есть проход. Тогда лучше мы пройдем туда дальше. Миропап. Можно посидеть, попить пивка. А кому-то и более крепких напитков. Водки. Ракы. Брэнди. И так далее. Яропап. Апарт-хотел. Вот так вот. Апарт-хотел. Миропап. И так далее. Апарт-хотел. Миропап. Миропап. Апарт-хотел. Поверяется. Сразу становится прохладно. Здесь выход на проезжую часть, главное идем дальше, Капельвичи, свежевыжатые соки. Здесь мы попадаем, здесь уже какие-то современные здания. Честно говоря, вот здесь я в первый раз в этой части Капельвичи и не знаю, здесь у нас есть проход туда. Как-то мы начинаем отлюбляться в Капельвичи. Наверное, выйдем-ка мы оттуда или пойдем дальше здесь, разведаем, куда ведет эта улица. Время у нас еще есть. В музее Анталии нам надо прийти до 16 часов, а сейчас у нас только еще 15 часов. Впереди видна мечеть, крепость. Да, это не мечеть, это крепость. Все красиво цветет, жасмин, ароматы, ароматы просто божественные. Ну вот так вот, идем дальше. Неграссджет даже здесь есть. Ты смотри. Даже меграссджет тут поставим. Так. Ну а нам, наверное, лучше пройти. А лучше пройдем-ка мы тут в Капельвичи. Там шумно, а здесь потише. Вот мы выходим к мечети, ну и попадаем уже на центральную улицу. Да, вот она, крепость. И вот мы вышли к мечети. Кстати, сократили путь довольно-таки хорошо. Вот он вход в Меграссджет, в такси, вот тут кафешки, оденники, вот это сама крепость, обходим ее. И вот мы вышли. Очень хорошо получилось. Хорошо сократили дорогу. Вот спуск туда, мечеть, к Марине. Да, очень хорошо сократили. Красиво. Красиво. Сегодня выходной. Воскресенье. Воскресенье. На улице много народу. Стоят конные провозки. Короче, вот здесь все идет. Отлично. Воскресенье. О, я пока вот здесь постою. Подожду своих. Мои блашады А вот здесь у нас Сейчас я вам покажу ближе Здесь у нас кошачий городок Целый кошачий город А вот здесь вот живут кошечки В каждой камере В такой вот, как правильно сказать Кошачьей будке Живут кошечки Тут их форма Поят Ухаживают за ними Уграют с ними Огромная кошачья такая гостиница Городок Вот еще целый квартал Кошачий И вот здесь мы проходим Дальше Живут кошечки Был случай Не так давно Зимой Когда кошка Вот залезла на эту крепость Вот туда на крышу Каким то образом Непонятно как Она залезла под этим кирпичом В общем она была вот наверху Этой крепости И сюда вызвали пожарных Приехали пожарные На машине С лестницей И производили спасение этой кошки Операция была проведена успешно Кошку спасли Спустили на землю Ну а мы идем дальше Вот такая красота тут у нас Вот такая красота тут у нас Очень красиво Красивые развалины какие-то Тут раскопки видимо Да это раскопки Археологические раскопки Бревних строений Идем дальше А зеленение очень хорошее Красивое На берем Обличания .. Веча根 Внутри Внутри пошли выходим на площадь со смотровой о какой стопок у нас тут лежит красавец выходим на площадь со смотровой площадкой на море памятник насколько я поняла видимо народу Турции освободителем женщина мужчина всадник композиция красивая женщина кстати вот обратите внимание женщина показана с голой грудью это говорит о свободе нравственности в Турции нет закомплексованности нет ортодоксальный ортодоксального исламизма здесь нет вот это видно по этой скульптурной композиции ну а мы идем дальше вот эти вот кстати белые полоски в темное время суток подмигивают так скажем мерцают так переходим на другую сторону улицы хотим зайти вот в эту аптеку оптику ну и посмотрим как тут нам уступают дорогу уступить ли нам дорогу или нет пока никто не собирается уступать все пошли светофор загорелся красный ну и заходим в аптеку продолжаем наш маршрут в сторону музея Анталии вчера мы здесь уже были смотрели квартиры в этих домах первая линия домов на море на парк парковая зона смотровые площадки и потом идет море сегодня воскресенье закрыта и тем больше вот такие красивые деревья все аккуратно подстрижено выровняно в турции вообще очень жесткие законы относительно растительности относительно деревьев я бы даже сказал сравнение с российскими законами сверх жесткие здесь каждое дерево контролируется и очень жесткое наказание идет если кто-то его посмеет срубить вплоть до заключения в перму огромные штрафы платят красивое зеленение сосны оливковые деревья и вообще на особом учете практически у каждого дерева свой паспорт, свой номер показан пронумерован деревья вот как все красиво тут как они заботятся о своей природе о своих деревьях именно поэтому здесь у них такой шикарный воздух даже вот центральная улица оживленный транспорт воздух насыщен кислородом ароматами цветов деревьев вот мы вчера в этом доме смотрели квартиру на верхнем этаже с видом а вот кстати видно объявление вот там на верхнем этаже на окнах объявление висит на продажу вот эту квартиру мы и смотрели за нее просят полтора миллиона квартира в принципе не маленькая комнаты не маленькие но дом довольно таки старый квартира требует серьезного ремонта в большой комнате в зале с видом на море есть камин можно копить дровами но газ в этот дом не проведем дому больше 30 лет вот какой тут сделан фонтан парк парковая зона там дальше еще один фонтан навес сделан здесь навесы там навесы удобно сидеть отдыхать петельночки вот смотрите как сделан навес детская площадка тигура животного такого-то вот этот парк Сэр Дэн Джо Чти Сэр Дэн Джо Чти Сэр Дэн Джо Чти Парки потихоньку учусь читать на турецком языке а здесь вот такой спуск пропасть там течет река которая впадает откуда-то с гор оттуда с гор течет река и она впадает вот сюда вот в море в телеземное море в море в море в море в море и в море и вот такие маленькие фонтанчики шопинг-цент шопинг-цент давайте вернем на правый вот на правый нам закурем надо быть там вот сейчас тут посмотрим нам еще идти минут 20 вот тогда на стене 15 точно предлагаю на обратном пути тут зайти посмотреть вот здесь Нислав Кумру Джо Исот быстро вот такая тунца зеленый свет давайте побыстрей ну а здесь уже красный мне очень нравится вот эти вот новые автобусы городские абсолютно новые автобусы внутри очень комфортно удобно кондиционеры ну кондиционеры сейчас на моде автобусы а также там для удобства людей сделаны УСБ под зарядки для мобильных устройств зеленый переходит дорогу походящий кругу вот новый парк со смотровыми площадками памятник не знаю правда кому садник на коне аптек аптека закрыта опять видимо скорее всего они по воскресеньям не работают отдельно стоящие аптеки возможно только в торговых центрах работают sunset матильда мэн так сейчас мы зайдем в какой-нибудь магазинчик что-нибудь посмотрим двигаемся дальше рассмотрели небольшой магазинчик лавку то что нам надо там этого не было идем дальше ближе к музеям тайли красиво оформленная витрина интересная так сказать не то что красиво а действительно интересно и очки очки она опять закрыта аптека не имеется видно витрина витрина спортивные на раба вот такие вот тут футбольные местные команды детские для совсем для малыша спортивные спортивные одежды красиво смотри даже для девочек платишки интересно дальше это 100 человек парковая площадь издавит так двигаемся дальше здесь двиг 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 двигаемся дальше вот эти вот домики расположены за огороженной территорией на которой высажено очень много различной зелени и деревьев цветущих кустарников красивые красиво все оформлено все это под охраной и в этих домиках как нам вчера сказали проживают турецкие служащие он будка охраны то есть просто так туда не попасть и вот это вот так скажем все комплекс из этих домиков с квартирами расположен на 1 береговой линии со своим парком как я только что говорю смотрите как красиво высажены пальмы и различные деревья очень красиво вот так вот очень красивая территория мы просто думали сами тут посмотреть мало ли может быть тут что-то продается вам сказали что нет здесь ничего не продается здесь только живут свои люди свои с овощи и насколько я понял это социальное государственное жилье бесплатно выделяемая своим сотрудникам ну а вот это здание утопающего в зелени это учебное заведение колледж по моему может быть школа но вроде колледж вот так вот все в зелени очень красиво поют птички опять же подчеркнул смотрите это оживленно полосно в зеленье посередине зеленых газона и виду того что здесь очень много зелени вот мы слышим из спортзала играют дети ребята из-за того что здесь много зелени воздух очень чистый свежий и аромат никакой загазованности не слышно вообще обстановки чисто аккуратно что удивительно что удивительно в Турции чтобы дерево было полностью лысым среди этого буйства зелени и красок вот такие вот кактусы тут растут цветы также мы вчера смотрели квартиру вот в каком-то из этих домов сейчас точно не помню а сейчас я вам скажу по дереву вот какой большой фикус растет огромный фикус даже не влазит в камеру насколько он огромный фонтанчики цветущие деревья пальмы бананы банановые пальмы посажены велосипедисты едут объявление пиралы издается в аренду квартиры прямо в самом центре подъезд вот так выглядит вот красивое дерево дерево опутало вот такая вот как правильно назвать это растение не знаю пусть будет лиана вот с такими цветами аня вот пьер карден пола ламберджек аутлет но время мало пошли-ка туда мы не успеем мы не успеем ты понимаешь вреда и спустись быстрее идем дальше посмотрели этот небольшую лавочку аутлет в которой продаются лакост пьер карден ламберджек пола все вещи оригинальные но сделаны с небольшим так скажем косячком то есть то что отбраковывается на фабрике вот это продается в этой лавке где-то нитки торчат где-то может быть еще что где-то какая-то может быть небольшая дырочка которую залатали но ее уже не продают в полноценных так скажем фирменных магазинах а вот отправляют в такие лавки море пальмы парк красота опять пальмы вся в цветах окутана красиво красиво ну и вот мы подошли к углу вот там дальше пройти будет музей Анталии вот здесь вот парковая зона с памятником море ну а мы поворачиваем вот сюда и идем к новостройке хотим посмотреть что там какие квартиры так так свернули не в тот пролет слишком рано еще надо вперед пройти идем дальше вперед так фонтан да вот вот нам надо дойти до конца тех домов и там сворачивать и там сворачивать ошиблись на один квартал но ничего страшного самолет летит вот сюда вот школа Атакир сам сам центр Анталини этот район называется Мурат Паша и этот район подразделяется на множество мелких микрорайончиков и именно вот этот микрорайончик называется Бахчелиевлер и Денис Макс по-моему так если я не путаю если я правильно сейчас произнес то есть вот он занимает место от музея Анталии до Калиич Бахчелиевлер и Денис Макс или Мах не помню точно вот впереди виднеются горы красиво горы всегда здесь красивые каждый раз разные сегодня одни завтра другие и даже утром днем и вечером они разные никогда не надоедает смотреть на них новый дом Коджакаи красиво построили красивый дом в этом доме стоимость конечно огромная квартира особенно наверху но это ликвид вот этот дом это супер вложение если у вас есть деньги 20-30 миллионов рекомендую вкладываться вот в этот дом новый так живой дом так живой дом так живой на первой линии фонтаны парки моря отсюда изумительный вид армада вот такой вход такой подъезд со своей охраной и этот дом уже идет с газом с подземным гаражом вот так же новый вот эти дома это очень хорошее обложение но здесь конечно же не дешево здесь квартиры дорогие так ну а мы подходим к концу этого квартала и сейчас будем сворачивать да вот сюда нам и надо было вот тут а тот юр парк свежий бриз время без десяти четыре на улице жара солнца здесь море идет свежий бриз свежий воздух и аромат зелени вот мы идем прямо здесь государственное учреждение государственный парк с этой стороны застраиваться ничего не будет вот такие вот пролеты пальмы красивые красивые красота фейкусы и пляж и и и и которая стоит не на самой первой линии, немного утоплена, вот такие вот проуки, деревья, очень хорошо, тихо, спокойно. Ароматный воздух, поют птички. И вот виднеются окна, 7-этажный дом новый, вот мы к нему идем. Вот тоже новостройка, новый комплекс Феникс. Садулык наверху продажа. Мы, наверное, еще здесь посмотрим, раз это единый комплекс Феникс там и Феникс здесь. Феникс Концепт. И наверху продажа. Идем дальше. Как хорошо тут. Чудесно. Так, вот этот дом, который мы хотим сейчас посмотреть. Здравствуйте. Вот этот дом. Хотим мы сейчас посмотреть. Квартира. вот так вот он выглядит уже кто-то живет цветы стоят абсолютно новый дом только построен высажено оливковое дерево такой вот небольшой полисадничек взяла здесь что-то не жилое магазин скорее всего ну а мы заходим вот такие выложены мраморные ступени феникс манзара номер 18 вот так вот все выложено мрамором здесь так интересно выложено полисадничек стильный забор вывод кобелей вот такие вот посажены это окна нижнего дуплекса в турции любят строить как верхние дуплексы так и нижние дуплексы то есть он занимает нулевой этаж вот это вот нулевой этаж в минус один уходит вот такой вот подъезд велосипеды уже стоят у жильцов вот он походите здравствуйте барабе нэнэ джэ фармды бараба олб роста но заинцы Приведены наружу, в квартире есть шума на балконе. Заходим в лифт. Седьмой этаж. Находим. Вот здесь реалистичный пролет. Такие двери. Здесь реалистичный пролет дальше наверх. Ну а мы идем в новую квартиру. Вот такие двери. Здесь пятнадцатая квартира, а вот шестнадцатая. Счетчик газовый. Подводка газовая. Двери. Двери сделаны достаточно хорошо. Двери надежные, хорошие. Видеодомофор. Мраморная плитка. Дверь тяжелая. Душина хорошая. То есть это не то, что мы смотрели в районе Алайнера. Там двери были дешевые. Здесь у нас обои. Здесь плитка мрамор. И вот такой вот открывается у нас вид. Панорамные окна. Затенение. Затенение. Прекрасно. Прекрасно. Вот где тут застается. Вот такой вот вид с балкона. Море. Парк. Город. Солнце, горы вдали. Солнце получается здесь с самого утра и до вечера. Квартира полностью прогревается. Это очень хорошо. Кранок. Окна. Панорамные огромные. Кухонная зона. Уже бибель поставлена. Остров сделан. Холодильник. Двухкамерный. Уже не проходила сolan. Стоп. Н �larda. Угу. светильники вытяжка унитаз такая вот душевая кабина каскадная и простой душ здесь комната уже холодильник стоит то есть тут вся техника гардеробная комната с кондиционером с вытяжкой мебель стоит даже мягкая то есть это все пожалуйста сдает уже с квартирой газовый котел или как правильно сказать ведь также на море окна везде панорамные виды конечно обалденные даже чисто на город виды обалденные комнаты светлые полностью так поднимаемся на второй этаж что у нас здесь шутки здесь у нас комната с гардеробной со своей своя гардеробная кондиционер панорамные окна опять с видом на море небольшой балкончик перила низкая перила надо поднимать перила очень низкие опасно с такими низкими перилами опасно идем дальше дитяги аккуратно спускайся это комната небольшая кстати квадратов наверно сколько здесь 9 10 9 10 квадратов но окно панорамные вид тоже прекрасно комната будет теплая всегда кондиционер опять же таши да здесь у нас что здесь двери издвижные зеркала и тут зеркало а здесь гардеробная большая гардеробное помещение со своим естественным светом освещением это здорово здесь вторая часть этой гардеробной еще одно естественное освещение все уже в небе стоит опять под управление все музыка две раковины унитаз душевая уже третий здесь язык из пальмы из русской теперь я не он него не м Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова